Привет из Канады! Меня зовут Алекс Павленко. Ребята, у меня сегодня очень важная информация. Я вас буду учить, как составлять резюме для поиска работы в Канаде. И для вас я подготовил аж 22 полезных совета, полезных лайфхака. И мега-крутое предложение для моих подписчиков. Если вы воспользуетесь всеми моими советами, то присылайте свое резюме, я выберу трех человек и сделаю отдельный ролик с разбором ваших резюме. Ребята, вы, наверное, знаете, что формат канадского резюме очень сильно отличается от наших в России и Украине. Например, в наших странах вообще очень часто не рассматривается резюме, где нет фотографии. Первый совет, когда вы отправляете свое резюме в Канаду, не добавляйте фотографию. Точно так, ребята, второй совет, не указывайте лишнюю личную информацию. Например, если в наших странах принято указывать возраст, замужем вы или нет, сколько у вас детей, может быть, религиозные взгляды и прочее, 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 не надо этого делать. Никому не интересно размер вашей ноги, ваш рост или вес. В Канаде равноправие полов, возрастов, поэтому просто не пишите это в резюме. Не делайте очень длинными резюме. Ограничьтесь двумя страницами, идеально, если все будет помещаться на одной. Никому не интересен опыт вашей работы за последние 100 лет. Оставьте только самые-самые свежие позиции. Канадский работодатель в среднем тратит всего лишь 30 секунд для того, чтобы оценить ваши резюме и решить для себя, подходите вы или нет. Поэтому старайтесь составлять резюме четко, кратко и использовать различное форматирование, чтобы вся информация бросалась в глаза. Пятый совет. Не надо спамить всех работодателей одним и тем же резюме. Ваше резюме должно соответствовать определенной вакансии. Читаете просто вакансию, выделяете ключевые фразы и составляете индивидуальное резюме под нее. И тогда работодатель, увидев, что да, мне нужен такой-то работник с такими-то навыками, и он смотрит и видит, что в вашем резюме оно все соответствует. Он вас обязательно выберет. Шестой совет. Не будьте скромными и найдите, выделите свои достижения и укажите их в разделе «Опыт работы». И сразу седьмой совет. На числах покажите, в чем достигались ваши успехи. Например, вы продали столько-то единиц продукции. Или ваши продажи увеличились на 100%. Или вы написали книгу, нашли столько клиентов. То есть указывайте, указывайте и указывайте все это. Но сразу восьмой совет. Не обманывайте. Девятый совет. Не используйте личные местоимения. Я, мы, мой. Пишите о себе от третьего лица. Например, закончил школу в таком-то году. Получил образование такое-то. Проработал электриком на такой-то компании. Ну, вы поняли, в общем. Десятый совет. Юбилейный. Старайтесь писать резюме максимально простым языком. Это не языковой тест по английскому, поэтому тут не нужно использовать какие-то вычурнутые заумные фразы. И старайтесь использовать глаголы действия. После написания резюме обязательно отдайте его на проверку носителю языка или преподавателю английского, чтобы не было так «Моя твоя не понимать». В Канаде очень важно волонтерство. Поэтому, если вы работали на неоплачиваемой работе, особенно в какой-то известной организации, то тоже включите это в свое резюме. Тринадцатый пункт. Если вы используете списки, а их желательно использовать, чтобы было легче читать ваше резюме, то ограничьтесь пятью-семя пунктами. Четырнадцатый совет. Не перечисляйте должностные обязанности. В принципе, их можно понять из названия вашей профессии и лучше сосредоточьтесь, как я говорил ранее, на ваших достижениях. Пятнадцатое. Не делайте общих заявлений. Например, не надо писать ответственность за повышение эффективности. Пишите конкретно, чего вы добились. Шестнадцатый совет. Не нужно описать, почему вы ушли с предыдущих мест работы. Не надо писать, что там начальник дебил, там платили мало. Ваше резюме должно быть позитивным, поэтому не должно быть негатива. Семнадцатый совет. Не добавляйте референции. Работодатель спросит о них, когда уже серьезно задумается о вашем найме. Следующий совет тоже такой прикольный. Никому не интересны ваши хобби и интересы, поэтому не пишите о них в резюме, что вы там крестиком вышиваете, или любите играть в видеоигры, или смотрите по ночам сериалы. Девятнадцатый совет. Сохраните ваше резюме в PDF формате, в формате PDF. Так оно будет смотреться более профессионально. Обязательно укажите свою контактную информацию. Адрес, номер телефона, адрес электронной почты, и желательно, чтобы это было на первой странице, в самом верху. Предпоследний совет. Старайтесь, чтобы адрес электронной почты легко читался, писался и не содержал какие-то прозвища, клички или обидные слова. Например, адрес маньяк mail.ru или симпатичный котенок, наверное, не очень подходит для того, чтобы искать работу в Канаде. Последний совет. Когда вы уже напишите резюме, то загрузите его для проверки на специальный сервис topresume.com. Ссылка будет в описании. Этот сервис вам подскажет, какие моменты вы пропустили или какую информацию вам нужно добавить. Ребята, хотя я не самый крутой специалист по найму работников, я не HR, тем не менее, я как программист очень легко нахожу ошибки. Поэтому, если вы досмотрели ролик до этого момента, я предлагаю составить резюме на английском языке и прислать мне его на электронную почту. Я выберу трех людей, три резюме и сниму отдельный ролик с разбором ваших ошибок. Все условия выбора кандидатов будут по ссылке в описании к этому ролику. Напишите в комментариях, насколько была полезна вам эта информация. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, там поставьте колокольчик. И до встречи в Канаде. Желаю, чтобы вы нашли работу. Классную работу.